Здравствуйте, ребята. Мне бы хотелось сегодня познакомить вас с методическими посольными учебниками, которые вам необходимы для подготовки. Конечно, если вам хочется сдать экзамен на 100 баллов, на 90 и до 100, то одного какого-то посольного недостаточно, вам нужно готовиться по многим. И обязательно, конечно, как можно больше решать и решать. Сначала, в первую очередь, необходимо скачать спецификации и кодификаторы с сайта ФИПИ. По ним вы можете определиться, даже без репетитора, расписать себе план мероприятий, занятий, по которым вам нужно будет проводить подготовку. На что я хочу обратить внимание, что у нас в школах несколько линий преподавания биологии. У кого-то есть Рохов, у кого-то Сонин, у кого-то Пасечник. И на выходе мы, конечно, получаем с вами один и тот же результат. Но все картинки, которые используются при составлении КИМ, по опыту, взяты и лабораторные работы, взяты из линии Пасечника. И поэтому, те, кто, ребята, которые занимаются по другой какой-то линии, вам необходимо познакомиться с учебниками. Их можно купить, как говорится, бэушные, почитать, полистать, посмотреть, особенно познакомиться со всеми картинками. Но, естественно, это в первую очередь учебник в актерии грибы. До 2014 года это была одна книжка, сейчас их две. Но они, в принципе, ничем не отличаются друг от друга. Можно взять двухтомник, можно взять один том. Это седьмой класс Латюшин-Шапкин. Тоже она сейчас переиздана и в белом виде. Но там в тайничке вообще ничего не поменялось. Картинки все те же самые. И очень хорошо описаны эволюционные изменения животного мира. Конечно, это анатомия человека, физиология, то есть биология человека, которую мы изучаем в восьмом классе. Может, по каким-то линиям вдруг в седьмом или в девятом. И поэтому здесь, конечно, все рисунки, которые, например, связаны с анализаторами, рисунок глаза, рисунок уха и монеты в экзамене, все точно с такими же циферками, с точно такими же, точно такими же, точно такими же изображениями. Для повторения основ селекции, генетики, экологии вам понадобится учебник 10-11 класса. Но вот здесь как раз я бы больше рекомендовала взять двухтомник Сонина. Там более научным языком написано, хотя рисунки тоже, опять-таки, повторюсь. Все рисунки, которые мы видим на экзамене, особенно рисунки, связанные со строением органордов, это рисунки из-за этого учебника. Какие репетиторы, так называемые сборники-репетиторы, я рекомендую ребятам, которыми занимаюсь лично. Это два пособия. Заяц и Шустанова. Шустанова сейчас в здании, она более коричневого цвета, но предыдущая, вот с 2006-2008 года, она практически не меняется. Чем мне нравится и чем мне не нравится, например, сборник Шустанова. Здесь достаточное количество текста, написан он хорошим, понятным языком. Есть таблицы, замечательные таблички, и есть варианты, то есть тесты к разделам. Но бывают иногда, к сожалению, встречаются ошибки. Ошибки в терминах, ошибки в фактических данных. Их очень-очень мало, но они встречаются. И второй минус, который меня не очень устраивает в этом учебнике, это как представлен раздел по тканям растений, которые у нас сейчас часто появляются в 9-м и 11-м классе. Здесь вообще нет рисунков, для этого, хотя мы не воспользуемся учебником 6-го класса, только сплошной тип. А вот пособие «Заяц», если вам достаточно для подготовки, для поступления, вам достаточно 60-75 баллов, вам вот этого пособия будет достаточно. Это сплошные таблички, рисунки, очень хорошо, понятно написанные таблицы, их можно заучивать. В некоторых случаях, конечно, картинок недостаточно, приходится опять-таки пользоваться учебником, но, с другой стороны, это хорошо. То есть все сводные таблицы есть, все картинки, которые необходимы, опять-таки, с подписями, здесь тоже быть самыми. И поэтому последние три года мы занимаемся только по этому учебнику, по «Заяцам». Конечно, тем ребятам, которые хотят получить 90-100 баллов, самый замечательный учебник, самый замечательный пособий – это трехтомник Грина. Конечно, я его еще рекомендую тем, кто собирается поступать за счет Олимпиад, кто собирается участвовать в Олимпиаде. Очень-очень мне нравится трехтомник Богданова и Солодова. Это тоже таблицы, здесь тоже достаточное количество тестов. Но, к сожалению, было издание в 2009 году, и после переиздания я не видела. По какой причине, я не знаю. Таблички хорошие, причем тоже их можно порекомендовать и для олимпиадников, и для простой тачек-зам. Очень часто спрашивают про пособия Анастасия Анатольевна Кириленко. У нее есть пособия по всем разделам, и молекулярная генетика, и просто генетика, и эволюция, и экология. Есть для подготовки, двухтомный для подготовки в 9-м, 9-й, 10-й, 11-й класс, весь курс таблицам. В большинстве случаев мне эти пособия тоже нравятся, мы ими пользуемся, пользуемся в электронном варианте, поэтому, к сожалению, я вам их наглядно не покажу. Но то, которое хочу порекомендовать, это теория трениочного задания по генетике. Есть 2-3 ошибки, которые в задачах, есть случаи решения от задач только одним способом, хотели 2-3, но тесты подобраны очень хорошо. Теоретический материал. И вот обратите внимание, пожалуйста, на вот эти рисунки, когда метод смеется, сейчас очень много тоже заданий, споров. Расписано довольно прилично. Единственный нюанс, который здесь есть, вот опять-таки в методе и менюзе, когда идет подсчет хромосом, например, в анофазе, здесь есть одна небольшая фактическая ошибка, когда указано количество хромосом только около каждого полоса. Для того, чтобы ответить правильно на этот вопрос, необходимо, может, на 2. Вот, все остальные, здесь представлены раздел селекции, подобраны очень хорошо тесты, но больше всего, конечно, мне нравится последняя часть того, этого пособия, в котором представлены все-все виды задач, которые у нас встречаются, и родословные очень хорошо отражены. Поэтому вот это пособие необходимо приобрести тоже для дополнительных знаний. И еще одну книжечку, которую недавно тут я видела, рекламировали тоже на одном из сайтов, это практические задания для олимпиадников для регионального тура. В данном случае те ребята, которые собираются участвовать в олимпиадах и сдавать экзамены, их планируют сдавать на высокий балл, вот это пособие тоже будет им заменимым. Здесь отличные иллюстрации, здесь очень хорошо представлен раздел гистологии, раздел биохимии, и представлены лабораторные работы по физиологии растений. Очень прошу обратить всех внимание, потому что часто сталкиваемся с ошибками, сучностями, возмущениями ребят, когда выполняется задание на последовательность выполнения лабораторной работы, например, приготовление микропрепарата, приготовление слеза листа. Вот для этого еще раз возвращаюсь к учебнику шестого класса пасечника. Во многих параграфах есть лабораторные работы, вам нужно открыть и строго в этом порядке последовательность лабораторных работ выучить, потому что тогда не будет никаких разногласий. Здесь написано так, как это должно быть сделано. Спасибо за внимание, до встречи.